Почему я не хочу ничего хотеть? Не знаю, ответьте себе на этот вопрос. Я пошла на твой марафон, и уже столько бонусов. О, классно, да, бонусов много. Ой, блин, давно тебя не слышала, прикольно. Да, вот только вспоминала, видишь, вспомнила, я появилась. У сына 8 лет несколько седых волос нашла, это о чём может быть? Так, ну, ребёнок — это ваш интерес, да, ваш проект, это продукт вашего творчества, вашего интереса, вашего фокуса внимания, любопытства, способы идти в новое, познание нового, да. А седые волосы — это у меня ассоциируется со старостью. Старость — это для меня роботизм. роботизм. Это когда человек уже не думает своими мозгами, а чисто вот с каждым днём умнел, 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 и просто зашоренный в своих шаблонах и в крайностях, который себя уже обездвижил своими правилами, как надо и правильно жить. Вот, если ваш внутренний ребёнок, ваше любопытство, интерес уже седой, то получается, как проекция ваша, вы начинаете обкладываться правилами и останавливать себя в ваших импульсах и в желаниях, в вашем интересе. То есть перестали интересоваться развитием себя и переменам, перестали интересоваться новым и тормозитесь. Какая книга? Книга про деньги, если вначале говорили. Так, книга «Для чего богу деньги?» или по ссылке в шапке профиля, да, да-да-да, либо в директ пишите. «Деньги» — это русский сериал? Нет, «Деньги» — это мой сериал, не художественный фильм. Нет, просто мы, сколько там, 10 серий с Ольгой Дамажировой рассказываем о деньгах. Это была живая встреча, и мы там разобрали всё вообще, что можно разобрать про деньги. Чтобы вам было понятно, как исполняется наше желание, как быть в ресурсном состоянии, для чего мы живём, как мы творим этот мир. То есть этот сериал «Деньги» закрывает очень много вопросов, но не берите каждое учение, каждое знание на веру так, как оно есть. У вас должны быть свои мозги, то есть через свой фильтр мозгов пропускайте всю информацию и делайте выводы для себя свои, естественно. Просто информация к размышлению, чтобы вы могли попробовать, и если это у вас получится, это будет круто. Если не получится, можете ещё раз попробовать, а потом назвать «Фу, какашка не работает». Нам ничего не известно, вся жизнь — игра, вся жизнь — это что-то новое, поэтому можете посмотреть этот сериал для разминочки. И реально много хейтеров, которые говорят, что это чушь собачья. Но раз они такое говорят, они потом дальше идут со своими проблемами ныть. А кому он понравился и внедряют всё, что они там увидели, то получают результаты. Что я ещё хочу сказать? Жизнь — это новое, деньги — это новое, перемены — это жизнь, перемены — это деньги, деньги — это перемены. Поэтому те, кто смотрит сериал и говорит, да я это всё и так знаю, но что-то это не работает, вот в этом и проблема. Вы знаете. Отпустите ваше знание, отпустите ваш прошлый опыт и попробуйте по-новому понаблюдать, как оно будет. Для тех, кто не понимает, это ещё круче. Тот, кто посмотрит сериал и не поймёт его, это ещё круче, потому что для вас это новое, это перемены. И уже из-за этого у вас начнутся появляться какие-то деньги, потому что это будут перемены реально новой информации. Короче, выгод куча посмотреть сериал. Про деньги называется. Наконец-то эфир, да-да-да. Про что, когда мама не принимает самостоятельных решений, всё время советуется с батюшками и не верит родной дочери. Дочь, займись своей жизнью, дай маме проходить свой опыт. Вы почему себе не доверяете, что вы творец и мамы нет? Батюшек тоже. Ваша проекция в вашем отражении. От того, что вы сами себе где-то не верите, не доверяете и ищите советов, особенно он или Давыдовой, поэтому перестаньте это делать. Вот. Займитесь своим отражением. Так. Мне не нравится, что муж приходит с работы и сидит в телевизоре или в телефоне. Отстаньте от мужа, ну отстаньте. Займитесь собой. Он не играет с детьми, и если даже играет с ними, то параллельно смотрит телевизор. И это меня бесит. Вы не занимаетесь собой, вы наблюдаете, кто что делает. Когда вы будете наблюдать, что вы делаете, что вы чувствуете, как себя порадовать, и займёте своей жизнью, вы увидите, как вовне люди поменяются, потому что они ваше отражение собственное. Займитесь собой. Вы наблюдением занимаетесь чужими жизнями. Да пускай засмотрится этим телевизором. Вот и всё. Жду результат серьёзного анализа завтра. Как сделать, чтобы он был хорошим? Никак не сделать. Просто не ждите, наслаждайтесь жизнью. А что будет, нам, мы не знаем. Мы тут не шаманы и не волшебники. Мы просто творцы и боги. И какой бы результат ни был, это тоже результат. И почему-то это хорошо. И каждый результат нам даёт задуматься о том, как мы живём. Потому что любой результат — это следствие нашего выбора. Выбора жизненного. Жить, не жить. Тормозить или идти вперёд. Познавать или не познавать. Видеть или не видеть. Слышать или не слышать. То есть любое следствие — это результат наших до этого принятых решений. И если у вас будет результат какой-то не очень хороший, вы задумаетесь, где вы так живёте, тормозите свою жизнь, которая начинает вам вот таким способом через болезнь сигналить. Не надо бояться ваших болезней. Нужно полюбить ваши болезни как сигналы, естественные сигналы вашего тела для того, чтобы изучать себя. Где мы правильно для себя, для жизни поступили, а где нет. Где мы себя сковываем в комфорте, в ожиданиях, в перекладывании ответственности на других. Где мы занимаемся чужой жизнью, а не своей. Где мы смотрим на мужей, на детей. Пытаемся всех воспитывать, всех за всё знаем. Знаем, что должен делать. Этот вот точно телек не должен смотреть, он должен с детьми работать. Вот мы за всех всё знаем. При этом кто, интересно, нашей жизнью занимается, если мы занимаемся чужими жизнями? Начните с себя, потому что люди вокруг вас только лишь отражают вам ваши мысли, ваши действия, ваши выборы, которые вы делаете каждый день. Живёте вы жизнью своей или нет? Муж, он живёт жизнью телевизора и тех, кого он там наблюдает. Потому что вы точно так же этого не делаете. Так, о чём говорит боли в правой груди? Ну, грудь — это вскармливание. Всех хочу накормить, а они сволочи не просят. То есть это режим помогательства и спасательства, и наблюдение жизни чужих людей, сделать их как можно лучше, вскормить всех, помочь. При этом мы забыли о себе. Грудь — это не любовь к себе, и вскормить всех вокруг. Читаю посты на марафоне и плачу каждый день. Да, кстати, писательский марафон. У меня слёзы от каждого третьего поста. Я вчера рыдала. У нас есть одна девочка, которая там... Вот четвёртый день сегодня пишет рыдательные посты, тексты. Это да, спасибо, Вика, что сказала. На марафон писательский можно вступить в любое время и начать проходить свой собственный марафон с первого по тридцати трёх... По тридцать третий день. Вот, неважно, в какой день вы его начнёте, можете присоединяться в любой день. Он такой идёт нон-стопом. Вот такие дела. Так. Спасибо тебе, я много поняла. Жизнь стала лёгкой. Люблю тебя, спасибочки. Так. Сегодня ходила на удаление зуба. Перед этим чувствовала, что и прервалось. Ой, зубы — это наша вообще больная тема. Я как раз выпустила книжку про зубы. Вика, у меня такой импульс. Сделаю её, пожалуйста, с завтрашнего дня в чат-боте рекламу. И в этом, в сторисе, 50% скидку на неё в течение, давайте, недели. Вот, книга «Зубы». Почему проблема с зубами у детей? И почему это проблема мамочек, а не детей? Дети просто отрабатывают это всё из любви, показывая родителям их проблемы. Вот, почему выпадают зубы, чернеют, карий, и проблемы с дёснами, с болячками какими-то там. Всё, что связано с ротовой полостью. Я прям там очень много рассказала. Книжка 130 страниц, но если перевести их в Word, они такие PDF-ные, может быть, страниц 50-30. Не знаю, даже не считала. Её можно за день прочитать, и потом, наверное, месяц ещё по главе выписывая каждый момент. Почитайте. Дело в том, что вы можете сэкономить очень много денег на стоматологах. Я вот маме сейчас зубы делала. Конечно, я себе её написала раньше, столько денег не потратила. Но пришлось 600 или 700 тысяч отдать, чтобы сделать зубы. Блин, это просто капец дорого. А что делать, куда деваться? Сейчас я, конечно, понимаю, о чём речь была. Такие дела. Уволилась с нелюбимой работы, и страшно идти куда-то невнайм. Так тяжело построить нейронную связь. Страшно идти. Значит, идите. Что значит страшно? Вот мне страшно. Вы знаете, у людей спрашиваю, а что именно тебе страшно? Я не знаю, мне просто страшно. Сама придумала, сама испугалась. Сама придумала, сама обиделась. Мы даже не понимаем, чего нам страшно, как страшно. Скорее всего, я просто... Давайте вот по чесноку говорить. Я такая ленивая? Или я ничего не хочу делать? Я вот найду сейчас отговорку и скажу, мне страшно, и поэтому это вот для меня офигенная отговорка, ничего не делать. Вот бесите вы меня, когда вы мне говорите. Мне вот страшно идти в новое. Сижу на диване, ну сиди. Ну сиди. Не хочешь жить, сиди на диване. Тебе же никто не поможет, пока ты сама не примешь решение, не примешь выбрать, идти тебе жить в новое или не идти. Я не тот психолог, который прям возьмёт за ручку, приведёт вас. Я вообще антипсихолог. Люди, не надо сравнивать меня. Ты же психолог. Ты не должна материться. Ты не должна людей так вот это вот, вот это вот. Так, не надо решать, что я должна, что нет. Я вам говорю, что перестаньте отмазываться и всё это вот перекладывать на свои шаблоны, на свои программы, на свои страхи. Я боюсь познакомиться с мужчиной. Ну сиди дома тогда. Ну вот у тебя выбор вот есть. Иди знакомиться или не идти. Я боюсь выходить из дома. Ну сиди дома. Тогда наслаждайся и сиди. Но когда ты уже плесенью обрастёшь, вот тогда у тебя рассеется страх, и ты уже выйдешь и будешь там что-то искать, работу, мужчину. Кому-то нужно, видать, реально плесенью обрасти. Окунуться на самое дно, чтобы там оттолкнуться. Знаете, да, такое. Пока уж совсем не приспичит, подожду. Вот что вы ожидаете, непонятно. Нелли, я всё время боюсь, что всё хорошо, что что-то вдруг может случиться. Поскажите, о чём это? Ну потому что вы хотите, чтобы что-то случилось. Вам скучно, когда всё хорошо. Ну блин, когда вот такой пульс, пивы, мёртвый покойник, оно должно быть вот так, как американские горки. Конечно, вы хотите драйва жизни, вы хотите интереса, чтобы вы шли, и у вас были какие-то перемены, чтобы что-то менялось. То есть вы сначала берите у себя что-то, а потом дайте обратно, вы будете счастливы. А когда до этого у вас было, вы даже на это не обращали внимания. Нам нужны вот эти перемены. Нам нужно заморозиться зимой, чтобы потом насладиться летом. Если бы у нас было лето, мы бы его ненавидели. Но когда у нас есть зима, мы кайфуем, что у нас есть лето. Когда у нас есть лето, мы кайфуем, что у нас есть зима. Когда это всё меняется, когда у нас перемены, когда у вас всё хорошо, у вас уныние, когда у вас всё хорошо, у вас ровное состояние, у вас просто комфорт, у вас жизнь прократилась. Конечно, вы хотите, чтобы что-то куда-то ушло. Вы думаете, вы эти проблемы создали непонятно по каким причинам, и вдруг это на меня свалилось, о боже, за что мне это? Да нет, вы это сами творите, чтобы вам было весело. Вы играете в эту игру, вы просто актёр на сцене, вы просто сейчас... Жизнь — это игра, это кино. Вы сейчас проходите разные стадии, разные левел, уровни игры, вы проходите разные пики, закручивание сюжета, пик, развязка. То есть вы проходите всякие стадии, чтобы наслаждаться этим, понимаете? Вы эти проблемы ищите для адреналина, потому что адреналин нужен для того, чтобы жить, а вы как мёртвы просто расползаетесь на диване от скуки, потому что всё хорошо. Перестаньте уже вот это вот, вот мне страшно, сейчас всё хорошо, уйдёт куда-то и будет всё плохо. При этом вы сами, вот сами как творец, делайте, чтобы у вас было всё плохо, потому что в этом страшном, в этом страшном хорошем вам действительно становится через какое-то время страшно, потому что вы умираете в этом комфорте, потому что всё ровно, у вас пульс как у покойника, у вас всё одинаково, всё понятно, всё хорошо. В хорошем нет никакого расширения. Мы расширяемся в неизвестность, в тёмное, в непонятное, в негативное, в негатив, я каждый раз говорю негатив. Плёночка — это на фотоаппарате, помните раньше, негативная плёночка. Тёмная, непонятная, мы её проявили, то есть увидели, рассмотрели, ну если перекладывать на нашу жизнь, появилась фотография, то есть понятный образ какой-то. И вот всё плохое на самом деле, оно ни хрена не плохое, это просто ещё непонятно, то, что мы не проходили, не осознали, как это использовать и почему это хорошо. Но если вы берёте всё негативное и понимаете, как это использовать, потому что это ваш ресурс, это ваш талант, вы его в недостаток запрятали своим умом. Но этот недостаток, это и есть та сила и ресурс, который вас, блин, капец, как расширит, если вы поймёте, как это использовать. А вы такие сидите, всё будет плохо. Никогда в жизни плохо не было ни у кого. Это вы так решили, потому что у вас точка обзора с жопы на слона. А вы посмотрите, что слон, это не только жопа, это и хобот, и уши, и бок, и верх. То есть вам надо с разных сторон посмотреть ситуацию и понять, что это офигенный слон. Это не жопа, не очко, понимаете? Это слон офигенный. А вы просто со своей точкой обзора думаете, что это плохо. Нету плохих событий, нету плохих людей, нету ничего в этой жизни вообще плохого. Оно не плохо, не хорошо, оно просто есть, а как вы там своему умом оценили, фу, это плохо. Жадность — это плохо. Вот люблю про жадность говорить. Жадных людей я раньше ненавидела. Блин, да жадность — это ж такой ресурс. Я увидела в себе жадность. Почку свою не отдам, я себя люблю. А ещё я жадная до жизни, до счастья, до радости, до людей, до кайфа и до негатива тоже, и до тёмной стороны, до плохих словечек и матов тоже. Я жадная до всего, понимаете? Хочу расширяться в этой жизни и познавать, где можно искать радость, в каких какашках, в какой тёмной стороне. жадность — это та же щедрость. Я щедра на эту любовь, потому что я и жадная до неё. Почему вы всё время оцениваете? Ну, перестаньте вы уже это делать. Оно нейтральное, понимаете? А вы это вот так оценили. Но если вы оценили это каким-то плохим, радуйтесь. Ура! У меня есть кусочек тёмной стороны, которую я обнаружил, и я могу её перевести в свет и увидеть в этом кайф, увидеть там энергию, увидеть тот кусочек, на который я могу расшириться. Мы маленький огонёчек, да, в этой большой, огромной тьме космоса. И мы расширяемся рядом с собой, вот эту тьму превращая в свет. То есть мы как фонарики начинаем освещать дорогу либо вокруг себя. Вот, понимаете? Вот куда мы идём, мы эту тьму непонятную, негативную, тёмную, плохую, фу-фу-фу, мы этим фонариком должны освещать, то есть переводить в свет, в любовь, в понятное, как это можно использовать, в хорошее, в доброе, в светлое. Но мы это не делаем, мы ещё больше сжимаемся, ещё больше уходим в комфорт, ещё больше прячемся и такие, всё, и не двигаемся, наше тело деревянное, мозги тоже. Потому что мы считаем, что надо отгородиться от всей этой тьмы, но вся эта тьма — это вы, просто это ваша неопознанная часть. Так как расширяться, если вы туда не идёте? Как жить, если вы туда не идёте? Так что умоляю вас, перестаньте оправдывать себя, что вы не хотите светить своей любовью и светом, говоря, что вам страшно. потому что страх, это ещё раз говорю, это маячочек, куда надо идти, это то, что вы хотите, и пришли осветить своей любовью, своим светом, и увидеть там хорошее, увидеть там любовь, увидеть там талант, увидеть там ресурс. Мне очень нравится, как в Библии написано, я всё время забываю эту фразу, как она точно там написана, конспектировала где-то, надо посмотреть, загуглить, что любовь — это, когда вы видите недостатки в других людях, а это можно сказать на любых событиях, вообще то, что вам не нравится во мне, то есть вернёмся, недостатки в других людях, принимайте их как свои, понимаете? Потому что вам эти недостатки недостают в себе увидеть, и долюбливайте их, переводя их в талант. Такие истины прописные, везде написаны, почему вы о ней хотите думать и включать свои мозги? Так. Походили вы марафоны Блиновска, если да, то какие дни? Нет вообще, я вообще даже не знаю ни одного слова, чего она говорила, и ни разу даже её в глаза не видела. Я не слышала, когда в прямых эфирах про неё спрашивают, но я вообще даже не знаю, кто это такая. Так. Мне тоже вернулся парень спустя 17 лет. Офигенно. Так. Опять про страхи, миллион вопросов, наверное, надо их пропустить, я уже про них сказала. Приливает энергия, когда выхожу из зоны комфорта, иду в страх. Конечно, вы расширяетесь, вас становится больше. Вы не тело ваше, да, тело — это только проявленная форма, помогающая вам познавать себя. Но вы не тело ваше. Это вот только тот скафандр с точкой наблюдения, наблюдателя, да, вы как наблюдатель в пространстве наблюдаете, тот ваш скафандр, который помогает вам прочувствовать себя, этот мир. Ну а вы — это сознание и чувство. Поэтому, поэтому не помню, что я хотела сказать. А, ну вот когда мы идём в страхе, мы расширяемся, мы... Наше тело становится больше, можно так сказать. Мы увеличиваемся. Так. Нелли, когда мы услышим, как вы поёте? Я не знаю. Так. Если ты боишься, что же нам говорить? Так, дело в том, что всё, что я боюсь, я кайфую от того, что я боюсь. У меня есть тетрадочка, в которую я выписываю там желание, всякое такое вот в начале, да. Я выписываю страхи свои, они для меня как маячки, и потом их зачёркиваю, когда я в них схожу. Вот. В клабхаусе часто выступаю, в других, в разных комнатах, но ещё своё не создавала. Вот. Когда я говорю боюсь, это значит, что я туда бегу делать. Для меня боюсь, это... приравнивается, что я уже... Пятки сверкают, волосы назад, я уже туда. Так что я люблю бежать в страхе. Так. Знаете, как я боялась выходить в эфир, боже мой, бля, в прямые эфиры в Инстаграме. Сейчас я чувствую себя ну, настолько комфортно, что даже без эфира я не так комфортно себя чувствую, как в эфире, когда я на связи, потому что люди, эти ресурсы, я чувствую, ну, каждого смотрящего, ну, я с телепатией просто еще занимаюсь, у меня курсы по телепатией есть, и я учу людей, как настраиваться на людей и их чувствовать. И я автоматически просто чувствую каждого, кто здесь сидит, как он улыбается, я прям... У меня тысяча лиц пробегает в голове, когда я разговариваю с вами, как будто я проживаю сейчас все ваши жизни в ваших телах и каждого ощущаю. Поэтому для меня это еще особый интерес в прямых эфирах будет. Да, в Клабхаусе будет очень много новых. Это будет еще завораживающе. Спасибо, благодарю вашим эфирам. Я поняла, зачем мне нужен был страх за ребенка. Я отстала от нее, несмотря на то, что ей два с половиной года. Смотрите, возраст ребенка, конечно же, не имеет значения, но когда мы говорим заниматься своей жизнью, отстать от ребенка, это не имеется в виду ни кормить, ни одевать и вообще сказать, все, иди зарабатывай. Нет, я вообще не про эти вещи говорю. Конечно же, это ваше творчество, это продукт вашего творчества, вашей любви с мужчиной. Понимаете, это ваше продолжение, это ваш внутренний ребенок. Вы его любите, одевайте, кормите, играйте, наслаждайтесь, изучайте себя через этого ребенка. Конечно же, но изучайте себя через этого ребенка, это ключевое. То есть, постоянно коммуницируйте, взаимодействуйте, любимое, родное, вот, но видите, по ребенку свое настроение, то есть, если он капризничает, в вашей душе, ну, что-то сейчас происходит такое тревожное, если ребенок улыбается и спокойный, у вас на душе так же, он просто отражает вам вас. Я есть в Клабхаусе, да, Нелли Давыдова один такой женик, либо просто Нелли Давыдова найдите, у меня точно такая же аватарка, как здесь, чтобы легче было мне найти. Так, вот я вспомнила, мама в детстве мне сказала, что громко смеяться неприлично, сколько громкого смеха я себе задолжала. Да, да, вспоминайте ваши шаблоны, потому что они реально в детстве, особенно там до пяти лет, ребенок впитывает все как губка, все разговоры родителей, его обращения с ним, и все вот это вот заложилось, вот все вот эти шаблоны, наше дальнейшее поведение, вот в таком маленьком возрасте, вот как папа с мамой себя ведут, потом эти отношения будут проецироваться у ребенка. Блин, ну это тоже такая тема, интересная. Вспоминайте, где вы себя ограничиваете, где-то что-то вы услышали, и перестаньте этому следовать. Действительно, мы громкий смех себе задолжали. Не плачь, вот самая большая ошибка родителей, когда ребенок упал, там, еще что-то сделал, родители, ой, не плачь, потерпи, успокойся, там, как тебя успокоить, наоборот, дайте ребенку выплакаться. Если ваша уже взрослая подруга пришла, пожаловалась вам, и там, муж ее там бросил, или там проблема какая-то, неважно, дайте ей выплакаться. Не надо успокаивать человека, это самая большая беда, которую вы можете сотворить для человека. То есть, наша помощь, как спасателя, когда мы спешим на помощь, как эти спасатели, как, я не помню, как они там руками спешат, супермен, когда мы спешим на помощь, мы пытаемся успокоить. Этого делать ни в коем случае нельзя, нужно человеку выплеснить свои эмоции. Если он не выплеснит, ой, страшно подумать, что с ним потом будет. Нельзя, 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 не спасайте. Наоборот, пускай он плачет, пускай он выплеснит свои эмоции. Ребеночек, взрослый человек, а взрослых людей надо тоже учить сейчас. заново выплескивать, потому что они вообще деревянные. Детей-то еще легко, у них сознание там не зашоренное. А взрослые такие деревянные, ну умные же, знают, как правильно и как неправильно, знают же, как нужно, как не нужно, прилично, неприлично, фу-фу-фу, я же взрослый. Они вообще забыли, как эти эмоции проявлять. Пожалуйста, всем, кому вы хотите помочь, разрешите бомбить и крушить квартиру, ну по крайней мере потом не будет болячек, не будет денежных проблем, не будет проблем в отношениях и так далее. Дайте человеку выплеснуть эмоции, в каком бы он состоянии ни было, себе разрешите. Так, надеюсь, вы это уловили. Как понять, зачем проживать уныние, злость, если это проявится потом? Проявляется подавленное, а вы плеснутая нет, так что вам нужно не давить. Почему проявляется подавленное? Вот вы подавили в себе уныние, вот это вот всё, вы не согласились, что у вас уныние, вы улыбаетесь сквозь слёзы, то есть у вас получается эмоции подавлены, да, вы не разрешаете им быть, вы не, когда не разрешаете им быть, вот поэтому не можете даже с этим разобраться. Если вы не признаёте, что они у вас есть, то, естественно, вы даже не можете осознать, почему это случилось. То есть если вы отрицаете, не, со мной всё типа хорошо, сами себе врёте, хотя вам плохо на самом деле, вот, вы получается даже и не разберётесь с этим. Вам мир будет сигналить, что у вас есть подавленные чувства и постоянно выводить вас на эти чувства. Понимаете? Вы сами себе будете проецировать картинку, киношку такую, которая будет пытаться вытащить из вас эти подавленные чувства. то есть всё, что подавленное вовне, пожалуйста, получайте. Люди приходят и проецируют на нас какими-то своими действиями те эмоции, которые мы хотим давно выплеснуть. И кто-то даже приходит, какая-нибудь какашка в комментариях и начинает очень жутко злить, очень жутко злить. Вот, а я же так напозитивилась, так напозитивилась, а у меня есть какая-то проблема, которую там не разобрала, подавила, не разрешила себе даже её прожить. Вот, она пришла спроецировать, раздражить меня, чтобы я всё-таки задумалась. И это хорошо. И поэтому я надеюсь ответила на этот вопрос, что всё, что вы подавили, придут люди, придут события, придут ситуации и вытащат из вас это всё уже в такой жёсткой форме. И вот. Ну и плюс подавленные чувства, это же наши болезни. Все наши болезни это подавленные чувства. Так. Играем только на Оскар, это точно. Впаривай, мне заходит всё, что ты впариваешь. Да, кстати, я, знаете, что хочу сказать? пользуясь случаем, я девушка симпатичная, молодая, не замужем, ищу мужа. И если кто-то симпатичный молодой человек, который любит путешествовать, хочет со мной познакомиться, напиши мне в директ. Спасибо. Ну или там в YouTube в комментариях. Это была минутка самореклама. Это я вот по импульсу сделала. Хочу, хочу познакомиться с мужчиной. Тын-тын-тын. Что за марафоны? Так. Если интересно, какие у меня книги, марафоны, контента бесплатного, платного, много, очень много всего. Всё это в топлинке. Ссылка в профиле вот Инстаграма здесь есть. Либо пишите в директ, вам дадут ссылки. И вот. Хейтерам просто лень пробовать. Вот и фигню говорят. Ну, согласна, да? Так. Ну или всё работает. Всё, что в этом сериале работает на сколько-то миллионов процентов. Спасибо. Вы действительно притягивает своему фирму. Вы действительно притягивает. Я притягиваю, да? Спасибо. Надо начинать с себя. Я тоже рыдаю текстов, не просыхаю вообще. А, это про писательский марафон, да? После 33-х дней выгонят. Нет, марафон на 33-й день вы пишите рефлексию о том... Ну, я это ещё задание не давала, мы только начали. Вот. На 33-й день у вас уже выработается привычка писать, свой неповторимый стиль, у вас раскроется много чувств, творчество. Ну и вы увидите большие изменения в своей жизни, напишите эту рефлексию, дальше будете следить за марафоном, просто как участник, ну и наблюдатель. Открытые все группы в Инстаграм и в Телеграм, где все мы пишем, так что милости просим. Вы можете сейчас не быть участником, но быть наблюдателем, читать и плакать вместе с нами, потому что очень много пишут и реально хочется рыдать. Люди, которые пошли ко мне на марафон, ещё первые посты писали, я не писатель, я ни разу не писал, я ни разу там не выступал, я не знаю, чем писать, тра-та-та, тра-та-та. Второй текст, рыдаешь. Третий текст, рыдаешь. Сегодня четвёртый день, рыдаешь. Боже мой, ты вчера писать не умел, а сегодня настолько чувство люди передают и просто рыдаешь. Откуда вы такие взялись? Талантливые. Пока не попробовали, они даже не знали, что они так талантливые. Талант — это умение передать настроение, зарядить своим настроением. Талант, вот особенно писательский, передать свои чувства, когда человек читает и получает эмоции и чувства, которые испытывал автор при написании текстов. И я просто в шоке от того, сколько у нас талантов. А люди, которые начали писать на этом марафоне, они даже не знали, что они могут писать. Вреките. И меня это больше всего сейчас радует. Я люблю открывать всяких звёздочек. Так. Сейчас я почитаю комментарии. Одну секундочку. Ровное состояние жизни — это не моё оказалось. Американские горки с бразильской драматургией устраивают себе частенько. Да, все люди это делают, просто не понимают, насколько это круто. всё, что происходит в моей жизни, я создаю сама, и это прекрасно. Обожаю эту фразу, и реальность подтверждает мне это в тот же момент. Да, надо просто пробовать с интересом. Я не знаю, это чушь собачья, но мне интересно попробовать, а вдруг интерес проснулся, и оно раз, и реализовалось. Да, это фигня. Вот, перестаньте отрицать. Вы знаете, очень много людей говорят чушь. Перестаньте эту чушь отрицать, а просто проверьте, и вы увидите, как она подтвердится. Вот, самое, что интересное. Да-да-да. Но проверять надо с интересом, что действительно вам интересно проверить, как оно может работать. А если вы хотите проверить человека, насколько он там прав или не прав, то это работать не будет, потому что все хотят быть правыми и доказать свою правоту. Это не работает, я проверю, и это действительно не работает. Вот, если вы хотите доказать свою правоту, что это не работает, оно не будет работать, естественно. Вот такие дела. Так, экстремал тут достаточно. Нелли, а карты, а что карты? Не бывает недостатков, все в достатке, просто принять этот недостаток как свой двигатель. Да, тоже хорошая интерпретация. Выглядишь на 19. Спасибо. Спасибо большое. Я помню, как Нелли боялась выходить в эфир на YouTube. Да, это был страх страшный просто. Почему у меня изображение Нелли начало отставать от голоса? А, я заметила, что здесь, если эфир ведешь больше часа, отстает. Тогда я сейчас выхожу с эфира, если у меня сегодня, у меня через 20 минут будут разборы, ну, вот по вот этим картам жизненных ситуаций, мы разбираем тет-а-тет с людьми и их проблемы. Вот, если я сильно не устану, у меня три человека, я еще выйду в эфир. А сейчас я дочитаю. Можно просто молча сообщение? Так, а где азиат мой? Короче, я же там познакомилась с двумя, не знала, кого выбрать, в итоге всех послала и еще дальше. Не сложилось, потому что, блин, это все долго, муторно. У азиатов свои причуды с коронавирусом, короче, они не такие безбашенные, как я. Короче, хочу чувака, который, блин, или с моей темой, или на одной волне, ну, что-то такое. даже не представляю, какой мужчина тебе подойдет, наверное, продвинутый в чем-то, чтобы тебя удивить и привлечь. Вот. Если я сама представляла, я не знаю. И в этом и весь кайф, что я не знаю. Но мне интересно, интересно очень, какой он будет. Так. Давайте нафьячим для Нелли мужчин и ее мечты. Ну, давайте понаблюдаем толпой. Когда мы фокусом внимания толпой на чем-то, да, то всегда можно ускорить этот процесс. Как твой нос дышит? Да, мой нос дышит уже. Спасибо всем. Так. Мой голос уже от видео сильно, наверное, отстает. Поэтому я пойду сейчас разборы делать. И если у меня еще останется силы, энергии после трех разборов, потому что они около часа длиться, дляться. Это три часа целых. А сейчас буду работать. Вот. Если не отменится, может быть, какой-то... Раньше выйду. Попробую. Так. А с мужем опять замутить? Да это не, не вариант. Я не хочу. Я не хочу. Я не хочу. Ладно. Целую. Надеюсь, мой эфир был сегодня для вас ну, хоть чуточку чем-то полезным. Я старалась вас не какие-то там знания, просто вдохновить, наслаждаться этой классной жизнью. И... Если вы можете меня отблагодарить, я была бы очень рада, что вы поделитесь моим эфиром в своих сторисах, чтобы люди пришли, посмотрели, тоже вдохновились. Ведь я же ни о чем таком не говорила, что могло бы смутить кого-то. Я сегодня старалась не говорить про параллельные реальности к вам твою физику и внедряться в мозги и психологию. Я просто для более широкой публики, короче, говорила. И если вы поделитесь моим эфиром, блин, будет классно. И ссылочка на меня, чтобы люди добавлялись. У меня 18 тысяч подписчиков, но это так мало. Я смотрю на психологов, которые обучались у меня особенно, да, проходили мои курсы и повторяют мои слова, ну, там, внедряют свои, и растут. Девочки молодцы, там, они уже собрали подписчиков, блин, раз в 10 больше, чем я. А я сижу и ничего для этого не делаю. Блин, каждый просто агитирует, там, подписывайтесь на меня, я же вот это вот все не люблю, вот эту рекламу, сама реклама, там, так далее. Надо начинать. Если вы поможете взять и рекламировать эфир, видите, у меня уже голос даже стук, вот так, все тише и тише, потому что рекламировать себя это очень страшно, но я в это иду. Пожалуйста, прошу вас, поделитесь моим эфиром, громко, четко, сейчас скажу, уверенной в себе девушке, внутри такая неуверенность, но, блин, все, я уверена, уверена, мне хорошо. у тебя закрытый профиль, да, он у меня закрытый, нажать поделиться в эту звездочку не получится, вам просто надо сделать скрин, делайте, короче, спасибо, что сделали скрин, вот, и отметить, что смотрите прямой эфир и ссылочку на меня, будет классно, профиль я не буду открывать, у меня есть очень много причин, почему я не могу или не хочу открывать профиль, первое, очень часто, раз в неделю, как минимум, на меня идет атака ботов, атака ботов, кто-то постоянно накручивает мне подписчиков ботов, а боты это либо происки конкурентов, чтобы у меня не индексировался, ну, охваты, короче, падали, либо это для того, чтобы загружать на сторонние сайты такую всякую там информацию, боты обычно воруют информацию, вот, и вот это вот атака, ботов меня уже достало, естественно, мы видим их и добавляем живых людей, когда атака ботов, то это просто по 100 человек в минуту иностранцев каких-то начинает вброс такой, это, ну, первое, это первая причина, остальные причины я не буду рассказывать, даже уже вот это достаточно, так, я бы поделилась самым дорогим, что у меня есть моим племянником, самое дорогое, что у вас есть, это ваша жизнь, вот, но не делитесь ей ни с кем, оставьте ее себе, все, ладно, целую вас, любимые мои, заскриньте, пожалуйста, прямой эфир, и я его сейчас еще здесь сохраню, и поделитесь в профиле, ссылочку на меня, чтобы был бомбезный эфир, позитивный, легкий, интересный, тра-та-та, тра-та-та, любимая Нелли выступала, хочет подписчиков, все, целую, спасибо за просмотр,